А что происходит в Египте? В Египте, говоря вежливо, начинается кирдык, причём с двух сторон, внутренний и внешний. В Луксоре самый резонансный теракт, который, кстати, был самым резонансным за всю историю Египта, там 58 человек было уничтожено, японских, немецких туристов в середине 90-х годов. Расстрел в храме Хаджапсот. Абсолютно точно. Гранатами, автоматом, всё хорошо, западные туристы. Они ничего никому не сделали, просто так, чтобы подорвать экономику проклятого режима Мубарка. Так вот, губернатором провинции назначен представитель той самой группировки Джамата Ислами, которая их уничтожила. Что уже вызвало не у наших туристов, а у американцев, немцев, японцев и прочих. Великолепный способ поднять туризм локальный. Ну, просто вырублены туры, отменяются, потому что, а кто знает, что этому губернатору завтра в голову придёт. Я помню, как было вообще не по себе туда приезжать, в храм Хаджапсот, сравнительно там, ну, небольшое время, год-полтора прошло после этих событий. Ну, так там какая полиция была, там как армия работала, там какие вообще армейские патрули блокировали все дороги. А сегодня они там, начальники, началники. Мы идём к двум вещам. Номер один. Эфиопы начали всерьёз строить великую эфиопскую плотину Возрождения. Каскада из четырёх плотин, перекрывающей Голубой Нил. Помнишь, я говорил достаточно давно, год-полтора назад, о потенциальном водном голоде, который будет, как только мубарка сверху. Так вот, процесс пошёл, и процесс пошёл уже из теории, из проектов, которые подписали все, включая Южный Судан, в практику, в строительную фазу. При этом понятно, что там подрядчики говорят, нам заплатили. Эфиопия имеет на своей территории право делать, чего она хочет. У неё население сейчас 95 миллионов, у неё население больше, чем в Египте. У неё 90% населения не имеет доступа к электроэнергии. У неё колоссальные аграрные проекты, потому что идея-то была в чём, что Египет получает 55% от стока Нила, Судан – 18%, а всё остальное, ну уж как пойдёт, потому что странам Верховья в Нила и своих дождей хватит. И в 59-м году это был хороший британский договор, который всех завязал. Ну так почему-то после свержения мубарка все страны Верховья в Нила разорвали эту тему. Более того, Южный Судан прекратил строительство канала Джанглей, который должен был осушить болото Бахар-эль-Газель, между речью Белого и Голубого Нила, где примерно 5 миллионов кубометров просто теряется ежегодно на выпаривание в этом гигантском болоте. Парниковый эффект колоссальный, всё-таки тропики. Просто пристали его строить. Он был почти закончен в пику Северному Судану и Египту, присоединившись к теме каскадов. Что это означает? Это означает, что через 5 лет... Это означает войну? Если бы. Могло. Ну, значит, это же то обычно, из-за чего воевали фараоны. Во-первых, это означает, что через 5 лет у Египта сток Нила сокращается минимум на 20%. И все эти годы, пока эти водохранилища заполняются, и процветёт чёрная Африка, и будет много электричества и сельского хозяйства, в Египте пить, может быть, только верблюжью мочу. Хорошо, если верблюжью. Потому что рост-то населения там какой? Там же всё по экспоненте. Это раз. Во-вторых, да, во времена Анвара Садата, когда Менгисту Хайли Мариам говорил о том, что они начинают это строительство, там две баржи с оборудованием было разбомблено, египетская авиация, и открытым текстом было сказано, что, вообще-то говоря, если дальше, то это война. Но Египет тогда был несопоставим с какой-то там Эфиопией постреволюционной, только что императора свергли. Война в Агадынии, много проблем с Эритреей, не до того вообще было. А сегодня? Какая война? Более того, у Мурси это обсуждалось. От большого ума люди, видимо, конечно, Аллах даёт людям власть, но не всегда даёт возможность разобраться в технических средствах освещения процесса, ушло в сеть. В том числе обсуждение того, есть ли чем бомбить Эфиопию. Скандал был дикий, хотя генералы сказали, что, вообще-то, они не очень готовы, они не очень понимают, как им бомбить эту Эфиопию, но, может быть, её сильно попугать. Ну, ты представляешь себе, кстати, что такое, если вот заполняется водохранилище и его бомбят. Ну, это примерно результат такой же, как если те разбомбить Асуан. Это просто идёт волна, учитывая горы, эта волна идёт уже не 12-метровой высоты, как если Асуан раздолбить, а ну так метров 50. Она ведь до Египта-то дойдёт, она, правда, Судан снесёт по дороге, но всё, что там есть, и вообще по речным долинам прокатится так, что мало кому чего покажется. Ну, это локальная катастрофа будет. Я не очень понимаю, локальная ли она, это великий потоп таких библейских времён, на самом деле. Египет ведь докатится до Средиземного моря. Ну, представь себе, что у тебя идёт хорошо, у тебя двухметровая, трёхметровая волна. Сколько народ там выживет? Там, вообще-то, 2% территории, на которых живёт 98% населения. Это долина и дельта Нила, и всё. В этой ситуации понятно, что бомбить нельзя, а что тогда можно? И понятно, что можно. Значит, работа в Лиге Арабских государств, работа в Организации Объединённых Наций, давление через Сомали, этим будет заниматься Египет, давление через Эритрию, этим будет заниматься Судан. А если сравнивать армии? Несопоставимо, безусловно несопоставимо. Египетская армия разнесёт в дребезги эфиопскую, но ей же добраться до эфиопской армии как? Она пешком через Судан пойдёт? Ну, эфиопы вроде же неплохо воевали сюда. Эфиопы с точки зрения боевой подготовки на порядок хуже, например, сомалийцев. Субтитры создавал DimaTorzok